между войсками Дмитрия Донского и войсками Кемника Вильяминова-Мамая. Столицей царской ставкой Дмитрия Донского в то время была Кострома. А сама Куликовская битва произошла на месте современной Москвы, где Яуза впадает в Москварику. В то время города Москвы здесь еще не было. Эта битва была сражением за окончательное принятие апостольского христианства как официальной религии всей Монгольской империи. Впоследствии на месте Куликовской битвы Дмитрий Донской заложил город Москву. Примерно через сто лет существования Русско-Ордынской империи ее правители столкнулись с новыми, невиданными ранее проблемами. В результате государственного строительства на огромных территориях была построена сеть хороших дорог. По налаженным караванным путям по всей Евразии стали легко распространяться эпидемии, которые время от времени вспыхивали на юге империи. Смертельные болезни, чума, холера и другие стали неизбежной платой за объединение под одной властью огромных территорий Европы, Азии и Африки. Выход был найден на пути введения административных границ на территории огромной империи. Первый центр – это Ярослав, он же Великий Новгород, на Волге, стал центром Руси-Орды. Второй центр – Стамбул, на Босфоре, Константинополь, стал центром части империи Великой Османии-Атамании. При этом царь Град вернул себе свое прежнее значение, которое было у него в XII-XIII веках н.э. При этом властями империи было принято решение о принудительной карантинной чистке областей, где вспыхнула эпидемия. Такими областями, по мнению центрального правительства, были земли Западной и Южной Европы. Туда были направлены казацкие османские войска с жестоким приказом уничтожить больное население этих территорий, заново заселить все эти земли. Эта огромная операция известна сегодня под названием Османско-Атаманское завоевание. Она же описана в Библии как покорение земли бетованной, в книгах «Исход» и «Иисус новин». Таковыми, по-видимому, оказались многие земли Западной и Южной Европы. В эти районы и были направлены войска Орды, казаки с жестким приказом уничтожить население огромных территорий и заново заселить их. Это известная история османского завоевания XV века. Таким образом, в XV веке Русь-Орда была вынуждена по второму разу направить войска на юг и на запад. Это была вторая волна завоеваний, то есть завоевания уже подчиненных ранее территорий, на которых, начиная с XIV века, уже находились вооруженные силы местных правителей, наместников Орды, которые не хотели, чтобы их уничтожали. Однако карантинная чистка была проведена насильно и весьма последовательно. На повторно покоренных землях Европы и Азии были посажены новые наместники. В русской истории след этих событий остался как широкомасштабная раздача новгородских земель боярам, детям бояр, дворянам и даже лучшим холопам. В результате на месте Древней Ромейской империи в середине XV века возникла империя Османия-Атамания, империя союзная Руси-Ардиоцентром в Стамбуле. Кстати, само название атаманов, родовое имя султанов, происходит от хорошо нам известной имени Гетман-Атаман, так звали прародителя атаманских султанов. При этом Западная Европа и вообще вся Евразия находится пока под властью Великой Монгольской империи. Европа, по-видимому, как-то поделена между Русью-Ордой и Османием-Атаманом. При этом Европа, как и другие территории Евразии, выплачивают дань центральному правительству. Историки называют эту дань данью султану. В то время в каждой стране Западной Европы был свой ордынский наместник-король. Наместники подчинялись центральному правителю Великой Монгольской империи, то есть императору. Словом «император» западные европейцы называли великого царя-хана Руси-Орды, правившего в далеком от них Великом Новгороде. Империя была одна, и император был, естественно, один. В 15-16 веках в империи наметился религиозный раскол ранее единого христианства на несколько крупных ветвей религий. А именно, на православие, ислам, католицизм, буддизм и иудаизм. Эти названия они приобретут лишь в 17-18 веках. Таким образом, все известные сегодня основные религии вышли из одного корня, из единого христианства 12-13 веков. Этим объясняются, в частности, выводы, сделанные большой школой ученых 19 века, работавших в области так называемой сравнительной религии. После обработки огромного материала они обнаружили поразительно много общего между всеми указанными религиями. Но, будучи скованными по рукам и ногам неверной скаллигеровской хронологией, они решили, что христианство впитало в себя многочисленные элементы якобы более ранних культов. На самом деле, это не так. Наоборот, прежде единое христианство в 16-17 веках разделилось на несколько религий, каждая из которых естественно унаследовала значительную часть прежнего культа, видоизменив его. При этом поделили и прежде единую символику. Широкий крест стал употребляться в основном православной церковью. Узкий крест – католической. Шестиконечная звезда – одна из форм креста, – иудейством. Полумесяц со звездой – тоже одна из форм креста, мусульманством. Евангелия написаны, скорее всего, в конце 12 века нашей эры или в начале 13 века. Остальные книги Библии Ветхого Завета создавались в более позднюю эпоху. Редакция Евангелия, которая сегодня нам известна, дошедшая до нас, относится, по-видимому, к 14-15 векам нашей эры. А книги Ветхого Завета редактировались и писались даже вплоть до середины 17 века нашей эры. То есть, очень поздно. В 16 веке империя достигла наивысшей точки своего могущества и расцвета. Ее столицей после Ярославля, Великого Новгорода на Волге, стала Москва. Вместо прежнего небольшого поселения на территории современной Москвы началась грандиозная стройка, на которой работали лучшие зодчие, вызванные из самых разных провинций. Сначала открытым способом был отстроен подземный город. Затем его накрыли перекрытиями и возвели надземный город, Москву. Это гигантское строительство произвело глубокое впечатление на современников и было описано на страницах многих так называемых античных источников 16-17 веков. У Геродота Москва 16 века описана как египетский лабиринт, в Библии как восстановление Иерусалима. В середине 16 века Казанское царство, оно же знаменитый Хазарский Каганат, стало центром иудейской религии. Казанский царь, то есть Хазарский Каган и его двор приняли иудаизм. После этого Казань попыталась отделиться от империи. В 1552 году царь хан Иван Грозный жестоко подавил Казанский мятеж. Не следует думать, что средневековое Казанское или Хазарское иудейство и современное иудейство это одно и то же. Многие современные понятия имели в Средневековье совсем другой смысл. Иудей означал славящий Бога, а иудеи в 15-16 веках называли Османию Атаманию со столицей в Евангельском Иерусалиме Стамбуле. В эпоху религиозных разногласий Израилем себя могла называть любая часть провинции империи, чтобы подчеркнуть свою правоту в религиозном споре. В первую очередь слово «Израиль», то есть «борец за Бога», было религиозно окрашенным названием в Российской империи Средних веков. Во второй половине 16-го века в Западной Европе вспыхнул мятеж ордынских наместников, которые не желали больше подчиняться далекому царю-хану Великого Новгорода и захотели стать самостоятельными правителями. В качестве идеологической основы восстания было избрано знамя религиозного отделения от империи. Возникшее на Западе лютеранство мятежники-реформаторы использовали как повод для политического отделения от империи. Подавив мятеж в Казани, Русь-Орда обратила взор на бурлящий Запад. Было принято решение направить туда карательные войска. В русских источниках эти события известны как начало Ливонской войны. Подчеркнем, что Литва и здесь на самом деле назна вся Западная Европа. Историки потом лукаво изобразили дело так, как будто бы речь шла только о маленькой современной Литве в Прибалтике. На самом же деле Великая Империя в 16 веке стремилась привести к покорности всю Западную Европу. И только потом историки стали избежать дело так, как будто бы карательный поход был направлен не против всей Западной Европы, а только против маленькой современной Литвы в Прибалтике. Началась подготовка к крупному карательному походу в Западную Европу. Но в этот момент и в столице империи началась смута, которая переросла в террор и опричнину. Соглас нашим исследованиям под одним именем Иван Грозный на самом деле представлены четыре реально правящих друг за другом царя в русской истории. Позднее арманские историки лукаво их объединили под одним именем и назвали общим именем Иван Грозный. Первый царь Иван Васильевич. В его царствование была взята Казань. Но впоследствии царь Иван IV заболел, стал блаженным и отошел от дел. Сегодня он известен нам под именем Василия Блаженного. В его честь на Красной площади Москвы был построен величественный Покровский собор, который в народе так и называют храмом Василия Блаженного. Затем царем стал малолетний сын Ивана Грозного Дмитрий. От его имени 10 лет правила избранная Рада опекунский совет во главе с Адашевым. Именно в это время началась Ливонская война, чтобы привести к повиновению Германию, охваченную мятежом реформации. После трагической гибели царя-подростка Дмитрия на престол взошел его младший брат Иван. С воцарения Ивана государством фактически стали править его родственники по материнской линии, прозападно настроенные Захарьины Романовы. Именно они воспитывали Ивана. В результате у власти на некоторое время оказалась группа лютеран, которых русская православная церковь назвала жидовствующими. Они сорвали Ливонскую войну, то есть уже начавшийся карательно русско-ордынский поход на запад. В русской истории началась эпоха опричнины. Произошло крупнейшее избиение ордынской знати, в том числе и наследников русско-ордынского престола, а также разгром старой русской столицы Ярославля. Знаменитая опричнина закончилась московским разгромом 1572 года. В это время громили уже саму опричнину. Это был по сути разгром клана Захарьиных. После этого к власти пришел Симеон Бегбулатович, глава земщины, член царствующего дома. Он принял царское имя Иван и пытался продолжить Ливонскую войну. Но силы Руси были истощены смутой и террором. По мнению авторов новой хронологии, позднее эти четыре царя были слиты в один образ. Образ царя Ивана Васильевича Грозного. И так в конце 16 века была разгромлена, опричнина и восстановлена правление старой Ордынской династии. Это была новая династическая ветвь. Симеон Иван, затем его сын Федор Иванович и потом Борис Годунов. Однако было ужасно.